Всем привет! Меня зовут Нила, вы попали на мой канал. Здесь я рассказываю о шке, вязании, о пошиве кожаных сумок, кожаного интерея, немножко обуви и обо всем, что творится у меня здесь в мастерской. Я решила, что в этот раз очень длинные заставки не будет. Лучше я расскажу, что я вообще сейчас делаю. Недавно я отшила кожаные сумки, два редикюля в разных цветах. Скоро я сниму об этом обзор. И да, очень много всего у меня накопилось, недоделок, переделок, перешивов. Очень много у меня было долгостроев, а еще с прошлого года и хотелось поскорее с ними разобраться, закончить и увидеть, в конце концов, результат. Но, как обычно бывает у творческих людей, бывают такие, случаются бзики, когда какая-нибудь идея полностью охватывает твою голову и хочется все это сразу же тут перепробовать, проверить, поэкстрементировать. И сегодня я хотела бы рассказать именно об одном из таких экспериментов. Я не помню, когда я сделала эту покупку, то ли в апреле, то ли в марте, скорее всего где-то в конце марта, я купила несколько шелковых блуз в одном из онлайн секонд-хендов. Покупала я в одном магазинчике, где девушка часто ездит в Финляндию и привозит оттуда некоторые такие интересные вещицы, предметы интерьера с рисунками мумитроль или кухонный текстиль, но немножко бывает еще и одежда. И вот однажды я в обновлениях ассортимента этого магазина, я заметила, что у нее появилось несколько шелковых блуз по очень сильно бюджетным целом и решила такие купить. Обо всех этих блузах обзоры я сниму скорее всего в другом видео про бюджетные находки из секонд-хендов, но сегодня речь пойдет об одной из них. Мне приглянулась вот эта блуза красного цвета, даже по фото видно, что блуза сшита из очень плотного тяжеленького добротного шелка с таким бархатистой поверхностью и с эффектом застаренности, как будто на ней проступает седина. Очень понравилась эта блуза, но по фотографии видно было, что это очень спорный оттенок красного цвета, то есть это ненасыщенный чистый красный цвет, он приглушенный, слегка припыленный, но меня скорее волновало то, что оттенок мог отличаться от того, который на картинке. То есть в реалии я могла получить абсолютно другой цвет. В принципе так оно и случилось. Впоследствии я поняла, что блуза оказывается у меня не красного цвета, а скорее оранжево-красного цвета или с кирпичным подтоном. Теплый оттенок приглушенного красного. Как бы я не пыталась приложить к себе, как бы я не пыталась примерить ее с другими вещами из своего гардероба, чем больше я это делала, тем сильнее я убеждалась в том, что это абсолютно не мой цвет. Вот и блуза так провисела около полутора месяцев наверное. И в один прекрасный день ко мне пришла идея, а почему бы эту вещь не перекрасить. Так вот, перерыла весь интернет. Скорее я больше склонялась к ярмарке мастеров, так как я там чаще делаю заказы. Посмотрела на ярмарки мастеров, какие там представлены краски для шелка. Именно для шелка, так как это у меня шелковая блуза. Посмотрела, нашла только варианты для батика. Я сама техникой батик не владею, я не умею и понятия не имею, какие бывают краски, как с ними работать, о свойствах красок и так далее. Но подозревала, что краски могут быть разные, то есть могут быть такие легкие, которые не отражаются на фактуре, собственно шелка, а есть такие, которые утяжеляют или уплотняют шелк. Вот, и мне не хотелось работать с такими красками, которые, например, нанес ты эти краски на шелк и прям шелк стал колом. Мне этого не хотелось. Хотелось оставить такой эффект, ну эффект струящейся красивой ткани. Вот, и я все-таки нашла один из таких вариантов, одну такую краску. Приглянулся артикул с малиновым цветом, так как я хотела придать блузе холодный яркий цвет, написала продавцу, спросила, как будут вести краски для батика при перекраске готового изделия, возможно ли вообще это и какой объем краски для этого потребуется. Продавец мне долго не отвечал, но в конце концов сказала, написала, что она понятия не имеет, что как перекрашивать готовые изделия. Вот, сказала, что она в этом вопросе некомпетентна. Ну я и оставила эту идею с перекраской. Потом, вот есть такой момент, что вселенная нас слышит и иногда подкидывает нам подсказочки. Так вот, однажды, когда я просто пролистывала видео в YouTube, я заметила интересное такое видео в рекомендациях с шелковыми брюками, с шелковыми пижамными брюками. Девушка, которая очень часто посещает Second Hand, она каким-то образом перекрасила брюки в ярко-розовый цвет. Меня это видео очень заинтересовало, я заглянула туда и поняла, что вот оно, то, что мне нужно. Эта девушка приобрела в Second Hand пижамные брюки из 100% шелка. Верх был истрепан, но низ был цел. И девушка решила освежить цвет этих брюк, так как цвет он выцвел, стал очень сильно таким бредным, уже шелк не переливался и рисунка на шелке видно не было. Там был, по-моему, такой красивый жаккардовый рисунок. Так вот, чем же эта девушка решила перекрасить ей брюки? Меня это очень-очень заинтриговала. Девушка решила покрасить брюки обычным медицинским фокорцином. Фокорцин это такое средство, жидкость по типу бриллиантовой зеленки, которой мажут болячки и которая подсушивает болячки. Эта жидкость очень насыщенного пурпурного цвета. И при нанесении на кожу она так въедается в кожу и ее очень сложно отмыть. Так вот, посмотрела это видео, заинтересовала это видео и попросила мужа, когда он в райцентр поехал, попросила купить в аптеке мне 4 пузырька фокорцина. И решила, с чем черт не шутит, а что если у меня все получится? Я изучила этот вопрос, просмотрела также в ютуб другие ролики. Оказывается, фокорцином красят не только ткани, но и даже волосы. И пришла к выводу, что если уж фокорцином красит волосы в розовый цвет, блондинки в частности, значит, там имеется очень такой сильный краситель. Как я потом узнала, этот краситель называется фоксин. И в числе компонентов фокорцина фоксин стоит на втором месте после борной кислоты. Так вот, если фокорцином можно обрабатывать открытые ранки на теле человека, можно красить волосы, значит, это средство с натуральным составом. И его бояться не надо. Сделала вывод, что если уж он может окрашивать вот такие, как скажем, органические вещи органического происхождения, значит, им можно без опаски красить и шелк. А дальше мы посмотрим, как именно я красила шелковую блузу. И тут я обнаружила, что огромный кусок видео, в котором я показывала, как стираю блузу фокорцини, попросту не сохранилось в телефоне. Очень сильно расстроилась. Но что ж поделать, смотрите, что у меня в результате получилось. Вот, что у меня получилось. Это моя блуза шелковая. Из плотного такого. Это скорее даже не блуза, а блуза-жакет. Скорее как жакет, потому что здесь шелк очень плотный. У блузы обтяжные пуговицы из той же ткани, что и сама блуза. Поэтому пуговицы у меня, соответственно, окрасились в тот же цвет. На рукавах тоже вот такие пуговицы обтяжные. И здесь на манжете у нас написан бренд. Бренд называется Always Set. И здесь по этикеточке можно видеть, что она окрасилась в такой сиреневый цвет. Этикеточка была белого цвета, но желтоватого такого белого цвета. Вот этикеточка окрасилась. Блуза была оранжево-красного цвета, но теперь это малиново-красный цвет. Холодный, тот самый насыщенный цвет, который не к лицу. Очень красиво получилось. Результат мне очень нравится. Но я буду не я, наверное, если перекрашивать буду только одну вещь. Посмотрите, какое чудо. Этот шарф я связала зимой, после нового года. И подразумевалось, что шарф у меня будет молочного цвета. Я заказала молочного цвета пряжу. Это стопроцентный меринос. Пряжа по типу травки. И я его связала. Но дело было в том, что я ожидала молочного цвета пряжу. А мне приехала пряжа такого желтовато-молочного или желтовато-кремового цвета. То есть это вообще не молочный цвет. Это не цвет молока был. Вот. И этот цвет мне абсолютно не понравился. Я называю этот цвет ссаный цвет. Некрасивый. Ну и как некрасивый. Это цвет, который не подходит моей внешности. Мне больше подходят такие яркие цвета, насыщенные, яркие оттенки. То есть ярко-молочный, ярко-белый. Именно с холодным подтоном. А эта пряжа была с теплым подтоном. Вот. И я решила этот шарф перекрасить. Получился у меня вот такой красивый сиренево-розовый цвет. Очень красивый эффект получился. Это с лицевой стороны. И это с изнаночной стороны. Здесь издалека можно видеть, что шарф окрасился вот с легким эффектом тай-дай. Я старалась мять шарфик в красной водичке подольше, получше. Чтобы пряжа окрасилась более-менее равномерно. Но в принципе это не страшно. Вот здесь видно хорошо, что есть эффект тай-дай. Во всей линии шарфа есть легкий вот такой эффект. Но в целом это не страшно, потому что в носке это будет абсолютно незаметно. Так вот, теперь у меня есть при минимальных затратах у меня появились две новые вещи. Очень красивые, мне нравятся. Если вам понравилось видео, если вам понравился лайфхак и результаты моего эксперимента, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие эксперименты и лайфхаки. И до следующих встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok